В новом выпуске программы SportsNation отправимся в Усть-Каменогорске и посетим Центр Лёгкой Атлетики имени Ольги Рыпаковой. Поговорим с главным тренером сборной Казахстана по баскетболу Эмилием Райковичем. Завершение выпуска расскажем о небывалой популярности лыжного спорта среди казахстанцев. Друзья, мы в городе Усть-Каменогорск, который считается неофициально, но считается центром развития лёгкой атлетики Казахстана. Началось всё в 2014 году, когда в городе появился вот такой вот легкоатлетический манеж. Называется он манеж имени Ольги Рыпаковой, олимпийской чемпионки по тройному прыжку. Сейчас здесь соревнуются лучшие легкоатлеты Казахстана. И сегодняшний день не исключение, но говорить мы сегодня будем не только о манеже, но и о планах сборной страны по лёгкой атлетике. Поехали! Каждый четвёртый житель восточного Казахстана приобщён к спорту, заверяют в местном Акимате. А всё благодаря тому, что в регионе больше тысячи спортивных объектов. На их фоне выделяется один, относительно новый, легкоатлетический центр, названный в честь прославленной спортсменки. Для справки. Дать имя Ольге Рыпаковой спортивному объекту пообещал экс-аким региона Бердебек Сапарбаев в тот день, когда спортсменка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне. Масштаб спортивного комплекса впечатляет. Его общая площадь почти 7 тысяч квадратных метров, на трибунах 680 посадочных мест и ещё множество других возможностей провести даже чемпионат мира в закрытых помещениях. Но пока же спортивный комплекс только возвращается к полноценной работе. Ведь 2020 год из-за пандемии здесь вспоминают без особой радости. Идут тренировки и также проводим чемпионаты Казахстана. Не более 100 человек по постановлению. Все полноценно могут тренироваться одновременно, так как у нас вместимость всего комплекса до полтора тысячи человек. Друзья, чтобы было понимание, мы находимся в разминочном зале. Это сооружение было достроено уже после сдачи основного объекта в эксплуатацию. Здесь у нас 8 беговых дорожек, дистанция 110 метров. То есть для спортсменов настоящая раздолья и главное удобство, потому что разминая здесь, они могут просто перейти в соседний зал, где проходят соревнования и выйти на старт. Помимо этого, у нас есть вот такие конструкции. Это зона для метания ядра, но и это не единственное, что есть в разминочном зале. Также есть сектор для метания молота, диска и копья. Также у нас есть сектора для прыжков в шестом, в длину и высоту. Уникальность это, наверное, в том, что абсолютно нигде нету закрытых помещений, где есть 110 метров. Так как 110 метров это является летней дистанцией. Арена стала домом для команды Казахстана, которая регулярно проводит здесь сборы. В составе спринтеры, марафонцы, прыгуны и представители еще многих направлений легкой атлетики. У всех одна цель – отобраться на Олимпийские игры в Токио. На сегодняшний день у нас есть три лицензии. Это Ольга Рыпакова, тройной прыжок, Шейко Георгий – ходьба спортивная 20 километров. И Айман Ратова – это спортивная ходьба 20 километров. Задача стоит у нас, конечно же, не из легких. С повышением нормативов на прохождение на Олимпийские игры очень тяжело выполнить норматив. Но у нас задача стоит не менее 10 лицензий. Друзья, как видите, мы в тренажерном зале легкоатлетического центра. Здесь у нас довольно все стандартно. Но внимание хотелось бы активировать на другом. Рядом у нас тут кабинеты физиотерапии, массажных процедур и восстановительных процедур. Довольно интересно, давайте посмотрим. Мне удалось побывать практически на всех континентах. Поработал на разных аренах и могу сравнить. Вот этот комплекс – один из лучших, которые я когда-либо видел. Для тренировок и для соревнований – это замечательные условия. В европейских аренах все выстроено более скромно. Все, что нужно для занятий, здесь есть. Большего и не требуется. Сегодня Усть-Каменогорск, Алматы и Караганда считаются точками развития легкой атлетики в стране. С недавнего времени к этому списку добавился и город Нур-Султан, где построили современный легкоатлетический манеж. И все же пока именно Восточный Казахстан принимает все крупнейшие соревнования в стране. В Казахстане развивается легкоатлетика, строятся спортивные комплексы. Идет программа президента массовости спорта. Здесь есть все для того, чтобы выполнять, набирать свою форму и показывать свои личные рекорды. Чем больше будет таких центров, тем больше у нас будет новых, великих спортсменов. Зародившись в маленьких любительских кружках, легкая атлетика Казахстана выросла в одного из лидеров азиатского региона. Ольга Шишигина, Дмитрий Карпов, Ольга Рыпакова – это люди, олицетворяющие успехи казахстанского спорта и живой пример. Для этих самых ребят, которые имеют возможность заниматься в улучшенных условиях и ставить перед собой самые высокие цели. Далее в выпуске. Большое интервью с главным тренером Астаны и национальной сборной Казахстана по баскетболу Эмилием Райковичем о задачах на сезон, работе со сборной и прогрессе местных игроков. Друзья, для тех, кто хоть немного следит за баскетболом в Казахстане, знакомо имя Эмиля Райковича. Македонский специалист возглавил Астану в 2018 году и в первый же год своей работы был признан лучшим тренером ВТБ лиги. Параллельно Эмиль Райкович возглавляет сборную Казахстана, которая отобралась в основную сетку Кубка Азии. Сейчас я предлагаю отправиться на пресс-конференцию, посвященную играм сборной, а позже мы чуть ближе познакомимся с главным тренером. Кубок Азии, на которую с успехом квалифицировалась сборная Казахстана, состоится в августе в Индонезии. В нем примут участие 16 лучших команд из Азии и Океании. Участие в финальном раунде важно с точки зрения попадания на чемпионат мира и олимпийский турнир, куда наша сборная еще никогда не отбиралась. Скажите, как лично вы оцениваете выступление сборной? Мы довольны. Наш тренерский штаб в целом доволен. Выиграли все три игры. Мы должны были играть четыре матча, но у команды Иордана сразу семь человек с коронавирусом слегли. В любом случае, задача выполнена, и мы квалифицировались на Кубок Азии. Может показаться, что это было не так сложно. Мы ввели после первого периода против Шри-Ланки со счетом 37-2. Не хочу никого обидеть, но Шри-Ланка не самый сильный соперник. Главная игра была против Палестины. Если помните, мы выиграли год назад с разницей всего в три очка. Но наши игроки провели великолепную эту игру. Победили с разницей в 37 очков. Это отличный результат. Я здесь уже три года, и хочу сказать, что у игроков заметен прогресс. Огромная разница между тем, что было, и сейчас. А есть ли у вас мечта, как у наставника национальная сборная Казахстана? Я думаю, что мы живем ради мечты. Многие тренеры и игроки скажут, что важнее даже не цель, а путь к этой цели. Важно получить наслаждение от каждого момента. Я думаю, это то, что происходит со мной в клубе и сборной. Мне нравится работать с местными баскетболистами, потому что мы изначально нашли общий язык. Есть взаимоуважение. Самая крутая награда, когда ты видишь в их глазах желание. Они хотят, чтобы я их учил. И все же основная работа Эмиля Райковича – это баскетбольный клуб «Астана», который проводит далеко не самый лучший сезон. Имея в активе всего четыре победы, команда располагается на 11-й строчке в ЭТБ лиги. Теперь мы хотим поговорить об «Астане». Есть ли у нас шансы отобраться в плей-офф? Мы будем биться до конца. Это наша основная цель в этом сезоне. Вы знаете, что были большие трудности в начале. Не было подготовки к сезону из-за пандемии. Игроки приехали поздно. Игры в ЭТБ лиги начались сразу. Это всех коснулось. Каждая команда пережила это. Помимо плей-офф, у нас есть и другие задачи. Очень важно для нас популяризировать баскетбол в Казахстане. Как можно больше заигрывать в Лиге казахстанских игроков. Трансферы этого сезона. Появилось много новых лиц. Мы не можем пригласить дорогостоящих игроков из-за небольших финансовых возможностей. Многие команды в Лиге гораздо богаче нас. Это трудно, когда ты собираешь состав позже остальных. Мы далеко не богатый клуб. Но все же я удовлетворен нынешним составом. Все выкладываются и очень серьезно относятся к делу. Я считаю, что если бы была предсезонная подготовка, наши результаты были бы выше. Для игроков, тем более, когда столько новых лиц, важно сыграться, создать химию на паркете. Часто так бывает, что если игрок проводит хороший сезон в Астане, то позже идет на повышение. В клубы с более высокими целями, бюджетом. Кто из нынешнего состава, скорее всего, покинет команду и пойдет в клуб на уровень выше. Ну да, вы имеете в виду игроков, которые приходят к нам молодыми, и мы готовим их. Даем знания, опыт. Например, был у нас Энтони Клеменс, Джей Джей О'Брайен. Они ушли от нас в Монако. Наверное, помните Хортона, который стал победителем Лиги чемпионов в составе испанской команды «Бургас». У нас был Малкольм Хилл в прошлом сезоне. Мне лично звонили около пяти скаутов из НБА с расспросами о нем. Сейчас он выступает в Израиле. Следующий, кто вероятнее всего пойдет на повышение, это Джеремио Хилл. За два года, которые он провел здесь, он действительно вырос как игрок и не затеряется в большом европейском баскетболе. Что я, что тренер, любим баскетбол до мозга костей. Он действительно дает нам все самое лучшее. Мы обмениваемся мнениями. Он всегда честен со мной, говорит, где мне нужно усилить игру, какие навыки подтянуть. Заметили, за эти два года я стал лучше действовать при игре в обороне. Он верит в нас, это важно. Могу сказать, что сейчас я именно такой игрок благодаря тренеру. Он делает все для того, чтобы игроки прогрессировали. В первом казахстанском сезоне ВТБ Лига признала вас лучшим тренером года. Как много команд вам позвонило после этого с предложением о сотрудничестве? Подобные награды не означают только заслугу тренера. Это всегда командная работа. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Я приехал из Македонии, работал в Польше. Можно сказать, что Польша моя вторая родина. Там у меня много друзей, с которыми я поддерживаю связь. Они всегда зовут меня обратно. Были предложения из Германии, но для меня гораздо важнее было продолжить мою миссию. Попытаться выжить максимум из игроков, с которыми я работаю. Мне важно оставить что-то после себя. Почти 20 лет прошло, как наша футбольная федерация вступила в УЕФА. Сейчас мы играем в футбол с лучшими европейскими командами. Давайте просто представим, если бы то же самое возможно было сделать и с нашим баскетболом. Это довольно сложный вопрос. Европейская ассоциация ФИБА определенно более организованная. В Европе гораздо больше сложных соперников, поэтому намного тяжелее добиться победы. И уж тем более пробиться на крупные соревнования. Это первое и главное отличие. Конечно, это не вопрос тренерского штаба. Здесь есть политическая составляющая. Вы очень эмоциональны во время игры. Нам, как болельщикам, это нравится. Но мне кажется, что вы очень болезненно переживаете поражение. Это самая большая проблема. Баскетбол – красивая игра. Дарит мне лично много радости, счастья, адреналина. Но любое поражение для меня – это сложно. Возможно, два-три дня уходит, чтобы прийти в себя, нормализовать сон. Какая локация для домашних игр вам нравится больше – «Велотрек СРРК» или дворец единоборств «Жек-Пежек»? Если честно, то «Жек-Пежек» нравится больше из-за атмосферы. Трибуны очень близко к паркету. Когда в прошлом году у болельщиков был доступ на матчи, то было здорово ощущать их поддержку. Арена больше подходит для баскетбола. «Велотрек» – красивая арена, она огромная, но в первую очередь она для велосипедистов. Мы говорим, что в целом пандемия негативно сказалась на планах всех людей. А какой самый большой плюс для вас в 2020 году? Мне кажется, самый большой плюс пандемии в том, что она заставила остановиться людей, задуматься о более глобальном. Например, о сохранении экологии, планеты в конце концов. Современные технологии все очень быстро ускорили, поэтому такая пауза, я считаю, пойдет на пользу нашей природе. Люди стали выходить чаще на улицу, в походы, в горы. Люди занялись своим здоровьем, фитнесом, обратили внимание на себя. Как вам живется в Казахстане? Это уже довольно большой период вашей жизни? Почти три года? Да, я здесь со своей семьей. Это очень важно для меня. Моя жена, две дочки, которые ходят в школу здесь. Они учатся на русском языке. Мне важно, чтобы они учили сразу несколько языков, не только английский. Это хорошо для них. С нами живет собака, поэтому я абсолютно чувствую себя здесь как дома. Говорят же, что твой дом там, где твоя семья. Может, уже появились любимые места в городе? Когда хорошая погода, мы очень много гуляем. Особенно в прошлом сезоне, когда начался карантин. Наша последняя игра состояла с 15 марта. До июня мы сидели дома и гуляли в городских парках. Мистер Райкович, очень большое удовольствие записывать это интервью. Спасибо. Спасибо. Далее в выпуске познакомимся с Александром Пилипенко, основателем клуба любителей лыжного спорта. Лыжи и любители – это настоящая гармония. Кататься можно независимо от возраста, а на обучение нужно выделить всего лишь один день. Александр Пилипенко в прошлом занимался лыжами профессионально, но даже оставив большой спорт, ежедневно выходит на лыжню. С каждым годом идет очень большой прирост. Также еще вернемся год назад, то, что пандемия, когда наступила, очень тоже сильно была, прям взорвало все. Все вышли на улицу и активно начали заниматься. Возраст взять от 5 лет, даже просят, получите, подскажите, от 5 до 80 лет. Беговые лыжи – это полезный, доступный и совсем не травмоопасный вид спорта. В отличие от того же бега, ударная нагрузка здесь минимальная, а катание делает человека счастливым. Начиная с кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук, при передвижении на лыжах задействованы все мышцы, связки и суставы. Поэтому лыжи на первом месте в оздоравливающих моментах. Начинающим важно знать, что современные лыжи ничего общего с советскими не имеют. Чаще их изготавливают из синтетических материалов. Это делает лыжи более легкими и прочными. Ну, поскольку раньше был только классический стиль, деревянные лыжи, была общая рекомендация. Человек становился, поднимал руки и вот где-то вот так это лыжи подбирали. Сейчас, поскольку лыжня готовится механическим способом, то есть проходит ретрак, он трамбует. И лыжня жесткая, может передвигаться просто в топлях. Поэтому лыжи стали значительно короче. Очень редко это выше роста человека. Большинство любителей инвентарь арендуют, но это не говорит о том, что они не должны учиться ухаживать за лыжами. Подготовка коньковых лыж. Нанесение парафина на скользящую поверхность. Каждый лыжник должен уметь это делать, но в национальной сборной команды этим занимаются специальные люди, так и называются смазчики. Лыжи это всегда отличная тренировка, независимо какое расстояние и с какой скоростью вы проехали. Любителям можно просто передвигать ноги и отталкиваться палками. И все же есть специальные техники катания, о которых более подробно расскажет Александр. Есть два стиля передвижения. Коньковый и классический, как говорится, наш традиционный, который всем известен с постсоветского времени. Он выполняется в калии, как его называют, в классической лыжне. Это попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход и одновременный двухшажный. Сейчас очень стал популярный коньковый стиль передвижения. Носки разводим, плечи также, как я сказал, в любом виде, в стиле передвижения мы наклоняемся вперед, колени подсогнутые. И делаем отталкивание, ножку оставляем под собой. Не надо ее вперед висеть. Вот, в таком силе. Тут же также еще можно добавить инерцию тела. Перекаты справа налево. За 30 лет независимости спортсмены из Казахстана добились значительных успехов в лыжном спорте. Еще в 1994 году Владимир Смирнов стал олимпийским чемпионом в гонке на 50 километров. Наши действующие спортсмены лидируют в Азии и периодически привозят медали с крупных соревнований. Но именно сейчас, в период постпандемии, лыжный спорт обрел небывалую массовость. С климатом нам, конечно, повезло, потому что у нас до пяти месяцев снег. Ну, чем еще заниматься? Много очень заметных людей приезжают на машинах в костюмчике с галстучком. На машине приехал, переоделся, галстук повесил на руль, взял лыжи, покатался. Покатался, обратно переодевается и едет на работу по своим делам. Физически здоровым людям врачи советуют проезжать не меньше трех километров. И лучше всего делать это в дневное время с 12 до 4 часов в дня. Когда летишь, порхаешь на лыжах, вы обо всем забываете. И это и есть самое удовольствие, когда я на лыжах. Приходите, будьте здоровы. Завершает выпуск рубрика «Видеонедили». Сегодня отправляемся в Австралию, где прошел чемпионат мира среди лесорубов. Да, вы не ослышались. Наверное, это самый брутальный вид спорта. Здесь нужно на скорость рубить и пилить поленья. Несколько лет подряд чемпионами становятся лесорубы из Австралии. Редактор субтитров А.Семкин